Моё обочтение, дамы и господа, и добро пожаловать в уровень Джилл Биатлон, где сегодня в рамках второго этапа Кубка Мира на турнире подписчиков мы с вами пробежим гонку преследования в австрийском Хохфильцине. Перед вашими глазами её стартовый лист, и вы видите, что с первой позиции сегодня стартует Никола Николич из сборной команды Сербии, 6 секунд преимущества у него относительно Йостейна, Хохф Нильсона из сборной команды Норвегии. Эльдар Верховников из сборной Беларуси стартует в 8,5 секундах позади, ну а дальше мы с вами уже разберёмся по мере старта спортсменов. Уходит в гонку Николич, пожелаем ему удачи и также попадать как во вчерашней, вернее позавчерашней для вас гонке. Йостейн Хохф Нильсона направился на дистанцию, дальше Эльдар Верховников. Лукас Берри из сборной команды США, Брэдли Кори из сборной Австралии, Стив Кинг, Роберт Онарен Йоханссон, сейчас на ваших экранах, Миамир Ристич и Йован Ковач из сборной команды Сербии. Следом стартуют Томас Сорен Фредрик, Мартин Лавинье и Остин Морган. Что же, тем временем Никола Николич готовится преодолеть отсечку 1 километр. Напомню, Николич у нас один из лучших спортсменов в плане лыжного хода и сейчас посмотрим, прошу прощения, как он проявляет этот свой навык на первой же отсечке. На 2 секунды увеличилось преимущество Николича относительно Нильсона. 8.1 сейчас уступает Норвежец, дальше Альдар Верховников 9.6, Берри 13.6, Кори 16.2, Кинг 20 секунд ровно. Относительно всех спортсменов отыграл сейчас Николич, но это и не удивительно. Но сейчас посмотрим, как он сработает на огневом рубеже. А это известная его Ахиллесова пита. И если в спринте ему повезло сделать всего лишь один промах, то посмотрим, что будет сегодня. Ну что же, довольно-таки плотно идут спортсмены, как видите, растянут сейчас пилотон. Никто особо далеко не отваливается друг от друга, поэтому, в принципе, воспользоваться ошибками друг друга могут абсолютно все. Николич уже на первом огневом рубеже, подходят Нильсен и Верховников. Николич открыл пальбу, первые два попал. Промах. Четвертый закрывает. И пятым выстрелом также промахивается. Два промаха у Николана Никольича. Он отправляется на штрафные круги, чем ответят Нильсен и Верховников. Пока что по три попали. Нильсен промахивается, да, четвертым выстрелом. Верховников закрывает пять из пяти. Также точен Берри. Лидаром Верховников, по идее, сейчас должен становиться лидером гонки, что он, собственно, и делает. Также промахиваются Кори, Кинг, Ковач, Фредерик, Йоханссон, Ристич, Морган, Триула Винье. Петерсон, Уотсон, Бертельсен и Смит стреляют точно. Корханен. Один промах. Лерой промах после невыстрела. Эпофье имеет один промах. Василий Миронов. Точен. Итак, Верховников. Дальше Николич 3,2. Берри 3,5 секунды. Такая пока что тройка. Перемешались гонщики во главе этой гонки. Но сейчас посмотрим, как будет развиваться все по ходу этого круга. Большой подъем. И видно, как убегает Никола Никольевич от своего преследователя из сборной команды США. Берри все-таки силен, как стрелок, но ходом не очень хорош. Ну аж 2 секунды сейчас уступает Никольевич Верховникову во многом из-за борьбы с Лукасом Берри. До стрельбы, возможно, догонит, но это далеко не факт. Тяжеловато сейчас идет в этот подъем Брэдли Кори. Ой, долбанный ковид. Так, на что месте сейчас идет Йован Ковач, дальше Томас Сорен, Фредерик, Петерсон. На восьмом дальше Кинг и Бертельсон. Пока что не складывается гонка. Да, в принципе, этап пока что не складывается для лидера общего зачета Кубка Мира. Пока что он замыкает десятку сильнейших. Дальше Уотсон идет на 11 позиции. Рисич 12, Йоханссон 13. Остин Морган. Третье место в общем зачете Кубка Мира занимал после этапов Контио Лахти, но сейчас идет лишь 14. Верховников первый подходит к стрельбе. Дальше Никола Николич и Лукас Берри. Верховников первым открывает по льбу. Закрывает 2. Николич промах вторым выстрелом. 3 закрыл. 4 закрыл Верховников. 5 из 5 закрывает, отправляется в гонку. У Николича снова 2 промаха. Берри. Берри точен. 2 у Нильсона. Промах у Йована Ковача. И у Миля Петерсона. Нильсон уходит с двумя. Кори точен. Миамир Рисич допускает 2 промаха. Промахи также у Смита и Уотсона. Так, Фредерик уходит с нулем. Сейчас нужно следить, как будут расположены спортсмены. Кори уходит на 3 позиции. Николич уже 4-й с отставанием 15 секунд. Бертельсон, Йоханссон и Морган стреляют точно. Так же точно и Василий Миронов. Который сейчас улучшит свои позиции от населенной старты. Напомню, он был на 20 позиции. Ну что же, Эльдар Верховников на данный момент единоличный лидер этой гонки. Это Томас Сорен Фредерик, идущий на 5 позиции. И за ним начинается такая довольно-таки обширная группа преследователей. Но Фредерик довольно-таки хорош ходом, что он показал в эстафете. И сейчас, в принципе, он должен от них... Не от всех, конечно, но от многих убегать. Тем временем мы видим, как Никола Николич атакует Брэдли Кори в борьбе за 3 место. Берри тем временем уступает 6 секунд Эльдару Верховникову. Николич 12,6 сейчас уступает. Эльдару уходил больше, чем в 15. Кори уступает 15,6. Фредерик 28 отставания. Относительно Эльдара Верховникова Ковач переместился на 6 позицию и уступает 22 секунды ровно. Остин Морган 25,6. Дальше его товарищ по команде Кинг 27,1. Йоханссон, Бертельсон и Нильсон. Прыгают 27,6. 29,2. Ой, 27,6, 28 и 29,2 соответственно. Дальше Смит 30,3. И Уотсон 36,0. Вот такая вот у нас топ-13 в этой гонке. Люблю, нестандартные числа, если что. Эльдар Верховников тем временем уже на огневом рубеже. Подъезжает Берри. Тут же уже и Николич. И что-то как-то совсем подостал Брэдли Кори. По ходу он очень серьезно уступает. Мажет тем временем Берри. Верховников уйдет единоличным лидером в эту гонку. У него преимущество будет больше 10 секунд. Это точно. Берри уходит с одним. Николич снова делает свои дежурные два. И также уходит в гонку. Брэдли Кори. Один промах пока что. Два у Ковача. Фредерик. Но Фредерик также допускает промах. Проваляется на штрафной круг. Костин Морган также допустил один промах. У Макса Смита три. У Нильсона и Бертельсона по одному. Йоханссон точен. Так же как и Стив Кинг. Ну и что же. Ситуация следующая. Верховников лидер. Дальше 14,6. Лукас Берри. Брэдли Кори уступает 22,6. Николич 24,7. Фредерик 28,6. Йоханссон 28,7. Буквально рядом выходили. Гренландец и Норвежец. Дальше Кинг. Морган поменяли сильными местами относительно предыдущего круга. Но не улучшили свои позиции, к сожалению. Верховников прошел подъем и отсечку на четвертом круге. Что же. Берри. Тяжеловато. Тяжеловато идет сейчас в этот подъем. И сейчас за ним там уже устремляется Никола Никольевич, который проатаковал сначала Брэдли Кори. Но сейчас увидел и следующую свою цель. 16,5 секунд. Уступает. Лукас Берри. 21,1. Сейчас проигрывает Никола Никольевич. Кори уступает 24,2. Фредерик. 27,7. Дальше Йоханссон. 29,6. Кинг. 30,2. И Ковач уже восьмой. 31,6. Подостает Остин Морган. 34,9. Уже девятая позиция. Василий Миронов отыграл 10 позиций в этом пассюте. Сейчас идет десятым с отставанием. 36 секунд. Дальше Бертельсон. 39, и Джейми Нортвотсон. 39,7. Нильсон откатился уже на 13 позицию со второй. И поступает 40 секунд Эльдару Верховнику, у которой уже на стойке. Выкатываются Берри и Николич. Совсем что-то не видно Брэдли Кори. Вот и его темный костюм показался. И сразу по пятам за ним уже идет Томас Сорен Фредерик. Верховников мог себе позволить этот один штрафной круг. И сейчас он все равно продолжит лидировать. Берри, Николич, Кори, Фредерик. Подходит Ковач, Йоханссон и Кинг. Промаху Кори. Берри стреляет точно. Промаху Николича. Кто-то воспользуется ошибкой победителя спринтерской гонки или же нет. Промаху Фредерика. Ковач точен. Промаху Йоханссона. Промаху Кинга. Миронов точен. 4-0 сегодня у Василия. Он улучшит свои позиции. Причем очень значительно. Морган и Уотсон. Морган совершил один промах. Уотсон точен. Бертельсон промах. Нильсон точен. Немножечко отыграется. Со своей довольно-таки плачевной ситуацией. Что же. Верховников. Дальше 8 секунд. Берри. 17-6 проигрывает Никола Николич. Дальше Ковач 22-7. Кори 23-6. Миронов 27-8. Что же. Посмотрим как будет развиваться гонка дальше. Верховников. Убедительный литер на отсечке 13 километров. У Казберри сейчас штурмует этот подъем. Но сзади на него уже прям накатывает. Это сербская лава. Если так можно сказать. Никола Николич очень быстро штурмует подъем. 10-8 сейчас проигрывает Берри. И всего лишь 13-6 уступает Никола Николич. То есть из тех 9 секунд, что были между ними, остается лишь 2-8. Сейчас на этой петле конечно будет очень сложно отыгрывать. Но может попробовать. Сейчас сербу цепиться и за нечто большее, нежели просто почетная бронза. Ковач позади не отыгрывает так лихо, как хотелось бы. И похоже снова будет довольствоваться деревяшкой. У него по-моему это уже будет третья. По ходу сезона. Из 4... Нет. Из 5-ти толичных гонок. Полторы секунды сейчас разделяют американцы и серба. Верховников уже точно первый. Ковач 19 с половиной. Нет. Его уже точно никто не догонит. Но и он не догоняет никого. И что же. Вот сейчас. На выходе на эту петлю по внутреннему радиусу пытается пройти Никола Николич. Он протискивается в эту щелочку. И все-таки опережает Лукаса Берри. Который допустив гораздо меньше промахов. Все-таки выглядел похуже сегодня. Ходом и уступает таки эту серебряную вторую строчку. Верховников победитель сегодняшней гонки. Ни одного победителя в личных гонках у нас еще не повторилось в этом сезоне. Ну и что же. Никола Николич сегодня второй. При его кошмарной просто стрельбе. Это и то отличное достижение. Берри третий. Подвел все-таки его ход. Дальше Йован Ковач. Очередная деревяшка. Ему бы побольше дистанции. Он бы тоже догнал Берри. И сожрал бы его с потрохами. Фредерик пятый. Кори сегодня шестой. Василий Миронов сегодня седьмое место занимает. Йоханссон восьмой. Неплохое выступление от норвежца. Кинг девятый. И десятом заезжает Остин Морган, набирая одно заключительное очко. Йостейн Хофф Нильсон одиннадцатый. Стартует со второй позиции. Провалил все-таки он эту гонку. Уотсон двенадцатый. Дальше Лавинье. Бертельсон. И Лерой Бертельсон. Скорее всего прощается с желтой майкой лидера. И передает ее занимавшему высокие места. А сегодня и вовсе победившему Эльдару Верховникову. Если я конечно правильно все в уме сложил. Макс Смит занимает девятнадцатую строчку. Меомир Ристич. Не самым лучшим. Пардон. Образом дебютировал на Кубке Мира. Двадцатое место в сегодняшней гонке. Владимир Руденко. Один из триумфаторов Контио-Лахте. Сегодня лишь двадцать первый. Не смог он улучшить свои позиции. Проигрыш в минуту двенадцать. Верховников убедитель с одним промахом. Девять целых тридесятых секунды. Ему уступил Никола Никольевич с семью промахами. Дальше Лукас Берри также с одним двенадцати три. Йован Ковач с четырьмя. Восемнадцати две. Томас Сорен Фредерик с тремя. Двадцать пять и семь. И пятое место. Брэдли Кори сегодня шестой с тремя. Двадцать шесть и две. Василий Миронов. Единственный сегодня в клубе Зеро, если я ничего не путаю. Поднялся с двадцатого на седьмую позицию. С точки зрения хода Никольевич был сегодня абсолютно лучшим. Семь секунд ему уступил Йован Ковач. Макс Смит проиграл восемнадцать с половиной секунд. Томас Сорен Фредерик девятнадцать и две. Победитель гонки Эльдар Верховников двадцать две и три. По скоростейности лучше был Бертельсон. Дальше Морган и Кори. Ну, этому мы уже не удивляемся. Они оккупировали первые три позиции с самого начала Кубка Мира. По чистому времени пасюта, разумеется, лучше Василий Миронов, отыгравший тринадцать позиций. Дальше Эльдар Верховников Йован Ковач. Никола Никольевич победитель спринта уступил здесь девятнадцать целых две десятых секунды лучшему времени. Худшие Нильсон и Ристич. Что же, вот такое вот у нас получилось гонка-преследование. Увидимся уже в следующий раз на третьем этапе. Если вам понравилось, то вы знаете, что нужно сделать. Спасибо за просмотр, меня звали Николай. Ну а пока, пока-пока.